Когда я создавала свой YouTube-канал, я совсем не рассчитывала на большие заработки. Я просто хотела найти свою аудиторию, людей, которым будут интересны рассказы о моих нетривиальных путешествиях и о встречах с интересными людьми. Я прогуливаюсь сейчас по морскому саду в Варне и думаю о том, каковы же итоги моей двухлетней работы на YouTube. Так сложилось, что именно здесь нынешним летом у меня случилось несколько неожиданных встреч с моими подписчиками. Так кто же они, мои подписчики? Что они думают о моем канале? Пусть они сами расскажут об этом. Андрей уже несколько лет живет в Варне. Ты знаешь, я тебе скажу за себя. Я учился в театральном выступлении режиссера. Да ладно. И нас этому учили. Поэтому у меня вот это вот изначально вообще не было проблем с этим. Но у меня не получается вот так вот складно было изучать, как ты. Я восхищен просто, я это сама. Нет, у тебя понимаешь, как все логично все. Потому что просто я понимаю, о чем я говорю. Я это люблю. Мне это вот в душе. А это категория зрителей, которых я уж никак не ожидала увидеть у себя на канале. Оказывается, немало болгар, проживающих за границей, смотрят мои видео о Болгарии и получают огромное удовольствие. Очень многие болгары немолодого возраста прекрасно знают русский язык. Поэтому мои видео им очень понятны. Сейчас мы смотрим вас. Я очень люблю. А что тебе нравится? А, очень нравится, очень нравится. Вот как я рассказываю, вот как? Очень хорошо, правильно. Понимаю. Все понимаю, все очень вещевно. Очень спокойно и душевно. Рушана приезжает в Варну из Москвы на летний период. И оказывается, что в Москве мы живем совсем рядом. А рассказал Рушане про меня ее сын Денис. Он мой постоянный зритель. И привлек к просмотрам и свою маму. Желаю вам дать все обоих. Вы знаете, мне очень важно, потому что я пытаюсь выручить, потому что, может, что я могу сказать, но мне хочется, чтобы Болгарии признавали, что я правильно понимаю, что я правильно все это покажу. Потому что это очень важно, что не по полу верха, а вот действительно, Болгария, то, что на самом деле. Мы находим то, что мы любим, этот город, эти люди, то, что происходит. Мы любим, как вы рассказываете, как вы с людьми говорите. Все, для дерева, все, все, что было. Это, возможно, еще один очень важный момент. Потому что, понимаешь, одно было, когда ты перепишешь там со своими... Ну да, те, кто не в теме, которые вообще не понимают, что, почему, да. Одно или там, где лепишь Горбатого, они всему верят в это. Да, нет, но это просто разно. Другое дело, когда местные, которые, так сказать, в теме, которые родители здесь, и которые узнают Болгарию точно в 100 раз лучше тебя. Ну, мне говорят, что мы с вами, Болгария, посмотрели на то, что мы с вами были в Болгарии. Да, 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 узнали много нового интересного. Да, 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 да. Ты тоже рассказываешь болгарам о Болгарии, они узнают много нового интересного. А вот и Денис. Встретились мы с Рушаной и Денисом во время концерта в парке. Так что звуки музыки заглушают наш разговор. Разговор у нас шел о том, что мой канал привлекает зрителей очень взвешенной и интересной информацией о жизни людей в разных странах, о тех интересных событиях, которые там происходят, и о культурно-исторических достопримечательностях. Конечно, такие встречи с подписчиками покрыляют. Они убеждают в том, что мой зритель вполне существует. И ради такого зрителя хочется создавать новые видео.